Ростовские следователи проверяют обстоятельства смерти великого циркового артиста Олега Попова. Но скорее всего это такая процедура, когда кончина внезапная. Ведь артист еще накануне смерти был бодр и весел. Ну последнее выступление великого русского клоуна было 30 октября. После представления он ушел с арены цирка и больше никогда туда не вернулся. Знаете, есть такое выражение, он умер, как и жил. Олег Попов горел своей работой, цирком. И умер он во время гастролей в Ростове-на-Дону почти что на сцене. Олегу Попову шел в 87-й год. Первые два выступления прошли при полном зале. И при полном успехе. Так что в субботу и воскресенье мы отработали представление. И у зрителей была возможность видеть вживую легенду. Он работал в 6 реприз, как полноценный коверный. И на эти выходные у нас запланировано еще 5 выступлений. И вот такая печальная новость. Надо сказать, что артисты решили не отменять представления. И все запланированные в гастролях представления, которые так хотел провести Олег Константинович Попов, решили провести под эгидой памяти легенды. Скончался солнечный клун. Внезапно на боли или плохое самочувствие накануне он не жаловался. Ушел в номер отдохнуть, посмотреть телевизор. Сердце Олега Попова становилось около 11 часов вечера. Его зашла проведать жена Габриэла Лернер. И первая узнала о случившемся. Абсолютно не жаловался на здоровье. Шутил, был весел. Сегодня буквально весь день гулял по городу. Обошел весь наш большой центральный рынок. Кушал холодец. Был рад, доволен. И вот даже вечером смотрел телевизор со своей супругой. В доме артиста, в гостинице цирк. И вдруг она говорит, я заметила, что что-то не то. Просто вообще абсолютно никак не выражая никакого неудовольствия или каких-то проблем. Просто вот, ну знаете, как сказали врачи, просто остановилось сердце пожилого человека. Олег Попов рос в трудное время. В 40-е и 30-е годы. Голод – постоянное воспоминание его детства. Родился в подмосковной деревне, но потом семья перебралась в Москву. О том, что Олегу Попову будут рукоплескать весь мир, он даже и мечтать не мог. В 11 лет торговал домашним мылом на рынке. В 12 устроился учеником слесаря. Зарплату платили карточками на хлеб. Шел 42-й год война. Но при этом Олег продолжал заниматься спортом. Ходил в кружок акробатики. Вот именно там, в 44-м, его заметил глава столичного циркового училища и пригласил к себе учиться. Мать Попова была резко против, мол, несерьезное занятие, циркач. Но преподаватель ее переубедил. Сказал, что так он заработает всегда себе на кусок хлеба. И ведь не обманул. Сначала Попов ездил на представление по колхозам. Ну а потом, кстати, только 10 лет спустя, в 54-м, вышел на сцену уже как цирковой клоун. И все. Больше он ее уже никогда не покидал. КОНЕЦ КОНЕЦ Олег Попов много гастролировал по миру и даже встречался со своим кумиром Чарли Чаплином. Позже он начал выступать вместе с дочерью Ольгой. Она стала танцовщицей на проволоке. По миру с Поповым ездила его первая жена, Александра тоже цирковая. В 90-м году, после 40 лет брака, она умерла от рака. В 91-м Олег Попов переехал в Германию, повторно женился на тоже на артистке цирка Габриэля Лернер. В прошлом году, впервые за 24 года, Олег Попов приехал в Россию на вручение цирковой премии «Мастер». Думал, что его здесь все уже давно забыли. Но зал встречал его так, что солнечный клоун заплакал прямо на манеже. АПЛОДИСМЕНТЫ У меня очень трудно жалкость. У меня такое чувство. Я вот плачу. И очень рад, что я стою на русской земле. Продолжение следует... У него было огромное количество спектаклей, интермедиа, профессионально у нас это называется, репризы, антре, буфонады, клоунады во всех этих жанрах групповых. Он был мастер на все руки.